Добрый день и добро пожаловать в электронную библиотеку уроков по физике. Меня зовут Наталья Александровна Родовская. Я являюсь преподавателем теоретического лицеля имени Александра Сергеевича Пушкина, город Кишинев. Итак, мы продолжаем изучать четвертую главу «Механическая работа, мощность и механическая энергия». Таким образом, третий урок этой главы мы посвятим решению задач по теме «Механическая работа и мощность». Сегодня на уроке мы повторим и закрепим полученные знания по теме «Механическая работа и мощность», разорвем логическое мышление и навыки решения расчетных задач. Итак, приступим. Обобщим пройденный материал в виде таблицы. Мы проходили с вами работу и мощность. Мы знаем, что работу можно определить по формуле F умноженное на S. Если предположить, что на тело действует только сила тяжести и оно передвигается сверху вниз или наоборот, то в этом случае работа сила тяжести будет определяться произведением массы, ускорения свободного падения и высоты. Мощность. Мощность представляет собой отношение работы ко времени. А также мы можем определить произведением силы, приложенной к телу и скорости. Единицы измерения. Единицы измерения джоулы. Работа. Это ньютон умноженный на метр. Мощность измеряется на метр. Джоулы умноженные на метр. Попробуем применить эти формулы в решении наших задач. Откроем учебник. Стреница 109. Задача номер 3. Яблоко упало с дерева с высоты 3 метра. Найдите работу силы тяжести, если известно, что масса яблока 200 грамм. Здесь ускорение свободного падения мы берем за 10 ньютон, деленное на килограмм. Итак, приступим. Заполним нашу табличку и попробуем решить данную задачу, используя алгоритм решения задачи. Нам дана масса яблока 200 грамм, высота 3 метра, что есть не что, но это как то самое перемещение яблока с ветки на землю и ускорение свободного падения 10 ньютон на килограмм. Нам надо найти работу. Первым делом мы должны перевести единицы измерения граммы-килограмм в единицу в интернациональную систему единиц измерения. Таким образом, 200 грамм – это 0,2 килограмма. Решение. Мы знаем, что работа – это произведение силы на перемещение. Это есть основная формула, которую мы будем использовать. А также мы знаем, что на яблоках действует только сила тяжести. Запишем формулу силы тяжести F равно Mg. Подставим вторую формулу в первую. В результате мы получим другую формулу работы MgS. Зная, что перемещение в нашем случае есть высота, подставляем числовые значения и получаем работу равную 6 джоулям. То есть работа яблока, упавшего на землю, равна 6 джоулям. Запишем это. Следующая задача. Страница 109. Задача номер 9. Надо определить механическую работу, совершенную трактором. Рисунок 2. Который вспахал участок площадью в один гитар. Если ширина плуга 1,2 метра, а сила тяги 15 тысяч ньютон. Приступим. Заполним наш алгоритм. Площадь участка 1 гектар. Ширина плуга 1,2 метра. Сила тяги 15 тысяч ньютон. Нам надо найти работу. На что мы с вами обращаем внимание? Дело в том, что площадь у нас здесь выражена в гектарах, а единица измерения ее квадратные метры. Следовательно, нам с вами нужно перевести все данную единицу измерения. Запомните, 1 гектар – это 100 соток. А 1 сотка – это 100 квадратных метров. Следовательно, 1 гектар – это 10 тысяч квадратных метров. Приступим к решению задачи. Опираясь на предыдущую формулу, запишем, что работа равна произведению силы на перемещение. Для того, чтобы не спутать перемещение с площадью, хочу обратить ваше внимание, что перемещение у нас обозначается маленькой буквой С, а площадь большой, заглавной буквой С. Математическая формула площади – это произведение ширины на длину. В нашем случае перемещение есть не что иное, как длина этого участка – В. В таком случае мы получим следующую формулу. В будет равно площадь, деленная на ширину угла. Подставим эти значения в нашу формулу, получим следующее выражение. Работа равна силе тяги трактора, умноженную на площадь участка и деленную на ширину угла. Подставим числовые значения, мы получим совершенную работу трактора, равную 125 миллионов джоналей, или, как вкратце, мы запишем, используя приставку «125 миллионов джоналей». Запишем вверх. Вы знаете, что огромную мощность развивают спортсмены? Ведь кроме совершения большой работы, результат необходимо достигнуть за максимально короткое время. Бегуны, пловцы, лыжники, велосипедисты. Иногда условия действия таковы, что его можно выполнить только за очень короткое время. Штангисты, прыгуны. Так вот, давайте решим задачу номер 14, страница 110. Тяжелый атлет поднял вес 180 килограмм на высоту 2 метра за 3 секунды. Вычислите механическую мощность спортсмена. Записываем данное нашей задачи. Итак, масса груза 180 килограмм, высота 2 метра, время 3 секунды. Надо найти мощность. Если вы внимательно посмотрите, то не надо здесь переводить никаких единиц измерения в силу. Приступим сразу к решению. То есть, работа равна сила тяги, умноженная на перемещение. В нашем случае перемещение – это есть что иное, как высота поднятия данного груза. А сила, приложенная спортсменам – это сила тяжести, МЖ. Подставляем формулу 2 в 1 и получаем следующую формулу. Работа равна произведению массы, ускорению свободного падения и высоты. Но нам нужно найти мощность, а не работу. А формула мощности – это работа, деланная на время. Подставим формулу 3 в 4 и получим конечную формулу для мощности. Таким образом, у нас выражена формула при помощи всех физических величин данных условий удачи. Подставляем числовые значения и получаем мощность спортсмена равна 1200 Вт. Запишем ответ. Еще одна задача. Страница 110, номер 15. Самолет, взлетая за 30 секунд, преодолевает расстояние 1,2 км. Сила тяги его двигателя равна 2 умножить на 10,5 ньютон. Какую среднюю мощность развивает двигатель самолета при взлете? Интересная задача. Запишем данную. Время – 30 секунд. Перемещение – 1,2 км. Сила тяги мотора самолета 2 умножить на 10,5 ньютон. Надо найти мощность. Требуется перевод в силу. Итак, 1,2 км соответственно равны 1,2 умножить на 10,3 м. Запишем основную формулу мощности. Н равно А делить на Т. Запишем формулу работы. Сила тяги умножить на перемещение. Подставим вторую формулу в первую и получим исконную величину. Подставляем численное значение и получаем мощность, равную 8 умножить на 10,6 ватт. Т.е. 8 мегаватт. Каковы мощности других явлений? Например, природных. Давайте оценим мощность Смерча. Смерч в штате Флорида поднял на высоту 300 метров. Самолет весом 10 тонн. И отбросил его далеко в сторону. Все это произошло за 6 секунд. Используя предыдущую формулу, можно вычислить работу. Она будет равна 29 миллионов 400 тысяч Джоулей. Мощность труи воздуха также можно вычислить, поделить работу на время. Таким образом, мощность всей колонны Смерча будет равна 490 мегаватт. Сравним с мощностью и в других случаях. Например, человеческое сердце развивает мощность 2,2 ватт. Средняя мощность человека 70-80 ватт. Сбегая по лестнице, человек развивает большую мощность 730 ватт. Лошадиная сила 735,5 ватт. А лошадь совершает прыжок на 2 метра в 5000 ватт. Вот так-то. Подведя итог к сегодняшнему уроку, хочу обратить ваше внимание на подобные задачи, которые есть в нашем учебнике. Страница 109-111. И, основываясь на выше приведенных примерах, попробуйте решить их. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин